ТЕЛЕУРОК Здравствуйте, ребята! Вы готовы к уроку русского языка? Приготовили тетрадь, учебник, ручку, линейку, карандаш. Итак, начинается урок. Он пройдет ребятам впрок. Постарайтесь все понять, чтобы грамотно писать. Ребята, прочитайте эпиграф к нашему уроку. О, сколько нам открытий чудных! Слова Александра Сергеевича Пушкина. Сегодня на уроке нас ждут удивительные открытия. Готовы? Нам сегодня предстоит большая работа, с которой справятся только самые активные и внимательные. Ребята, вспомните, какие суффиксы имеют глаголы в неопределенной форме. ТЬ, ТИ, ЧЬ, СЯ. Гулять, найти, беречь, браться. Тема нашего урока – возвратные глаголы. Распознавание глаголов третьего лица и глаголов в неопределенной форме на ТЬЯ и ТЬЯ. Сегодня на уроке мы узнаем, как называются эти глаголы, как правильно писать такие глаголы в разных формах. Посмотрите на рисунки и сравните глаголы. Ребята, обратите внимание, глаголы купать, расчесывать, светить – это глаголы неопределенной формы, так как отвечают на вопрос «что делать?». А теперь обратите внимание на глаголы нижнего ряда «купаться», «расчесываться», «светиться». Эти глаголы отвечают на вопрос «что делать?», значит, они тоже глаголы неопределенной формы. А в чём же разница между глаголами первого ряда и глаголов в неопределенной форме второго ряда? В том нам и предстоит с вами разобраться. Итак, ребята, глаголы «сся» обозначают действие, которое направлено на лицо или предмет, которое его выполняет. Запомните, ребята, глаголы с суффиксом «ся» называются возвратными. Возвратные глаголы в неопределенной форме отвечают на вопрос «что делать?» или «что сделать?». Перед суффиксом «ся» в возвратных глаголах неопределенной формы всегда пишется мягкий знак. Ребята, а сейчас давайте попрактикуемся. От данных глаголов в неопределенной форме будем образовывать новые глаголы с суффиксом «ся» и называть их возвратными глаголами. «Что делать?» «Купать» – это глагол неопределенной формы. Если к этому глаголу добавим суффикс «ся», у нас получится слово «купаться» – возвратный глагол с возвратным суффиксом «ся». «Собирать» – что делать?» «Собираться» «Лечить» – что делать?» «Лечиться» «Укладывать» – что делать?» «Укладываться» «Радовать» «Радовать» «Что делать?» «Радоваться» «Умывать» «Что делать?» «Умываться» Ребята, обратите внимание, мы с вами получили возвратные глаголы с возвратным суффиксом «ся». Это глаголы неопределенной формы. Запомните, перед «ся» стоит мягкий знак. Возвратные глаголы имеют свой небольшой секретик. Оказывается, ребята, есть такие возвратные глаголы, которые без суффикса «ся» не употребляются. Например, глагол «бояться». Ведь нельзя сказать «боять себя». Давайте еще раз потренируемся. Я вам предлагаю заменить фразеологизмы синонимичными возвратными глаголами. «Ходить козырем», «хвастаться», «попасть в просаг», «запутаться», «лезть на рожон», «нарываться». Замечательно! Прочитаем предложение. Мой брат каждую зиму охотится в Подмосковье. Он любит охотиться на рябчиков. Зададим вопрос каждому глаголу. Определим форму, в которой употреблен каждый из них. Что делает? Охотится. Первый глагол употреблен в третьем лице, а второй в неопределенной форме. Какой вывод можно сделать? Нет правила «легче на свете», что в вопросе, то и в ответе. Если глагол неопределенной формы, то мягкий знак пишется перед суффиксом «ся». Что делать? Умываться. Что сделать? Умыться. Если глагол в третьем лице, то мягкий знак не пишется перед суффиксом «ся». Что делает? Умывается. Умоется. Что сделает? Следующее задание такое. Прочитаем текст. Надо вставлять подходящие по смыслу глаголы. Слова для справок у вас есть. Ребята, на это задание у вас будет ровно одна минута. Будьте внимательны. А теперь проверьте, правильно ли вы справились. Скорый поезд что делает? Отправляется с вокзала через три часа. Пассажиры что делают? Торопятся занять свои места в вагонах. Ночью они будут спать под стук колес. Только машинист что будет делать? Будет трудиться. На следующей станции к составу поезда что сделают? Присоединят еще два вагона. Ребята, оцените свои успехи. Я сейчас предлагаю поиграть вам. Но игра непростая. Надо установить соответствие. Найти пару синонимов. Улыбаться, смеяться. Скрывать, таить. Пылать, гореть. Сохранять, беречь. Радоваться, ликовать. Смотреть, глядеть. Барабанить, стучать. Шагать, идти. Молодцы! Никто не ошибся? Предлагаю вам составить предложение. А из предложений правило и прочитать. Глаголы с суффиксом «ся» называются возвратными. Обозначают действие, которое направлено на лицо или предмет, которое оно выполняет. Перед суффиксом «ся» в возвратных глаголах неопределенной формы пишется мягкий знак. Ребята, наш урок подходит к концу. Мы славно потрудились на уроке. Но вы закрепите эту тему. После урока предлагаю образовать пять возвратных глаголов. Выписать из книжки еще пять. А теперь составьте словосочетания об уроке, используя какое-либо из данных прилагательных. Урок был интересный, неинтересный, полезный, продуктивный, веселый, познавательный, скучный. Ребята, вот и подошел к концу наш последний урок в этом учебном году. Впереди у вас летние каникулы. Желаю вам отличного настроения и счастливых каникул. До новых встреч уже в пятом классе на уроках русского языка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова